Всем привет! С вами инженер-электрик и Кимов Игорь. Сегодня будем рассматривать современный паяльник. Это один из лучших китайских паяльников. Паяльник можно подключать как к бортовой сети автомобиля, так и к сети 220 вольт через источник питания. Давайте посмотрим, что он может и как им пользоваться. Лично меня подкупают его малые размеры, удобная ручка, быстрота разогрева и интеллектуальная поддержка температуры жала паяльника. Плюс есть такой чехол, которым можно закрыть полностью не остывший паяльник и положить его в сумку с инструментом. Он же защитит жало паяльника от механических повреждений. Ссылку на паяльник я оставил в описании. Если вас интересуют ролики по электрике и советы домашнему мастеру, то подписывайтесь на канал и жмите колокольчик. Особая благодарность за ваши лайки и репосты. Я буду рассматривать полный комплект паяльника, а вы можете сами выбрать, какой комплектации он нужен конкретно вам. Для начала давайте рассмотрим самую простую комплектацию. Паяльник поставляется в такой упаковке. Упаковка крепкая, хорошо сохранилась при пересылке. Она хорошо выглядит, поэтому можно использовать паяльник в качестве подарка. Сзади указаны его характеристики. Мощность паяльника 65 ватт при использовании PD источника питания. Используется для питания разъем Type-C. OLED экран, который обеспечивает высокую контрастность. Регулировка температуры от 80 до 420 градусов. Использует напряжение от 9 до 20 вольт. Управление питанием паяльника осуществляется по протоколу PD. Тут стоит птичка, что паяльник комплектуется одним жалом. Здесь показано, как установить жало в паяльник. Ссылку на страничку с полным описанием характеристик паяльника я оставил в описании. Давайте откроем коробку. Сверху находится довольно подробная инструкция на нескольких языках, но русского языка тут нет. Я думаю, после этого ролика вы разберетесь, как пользоваться этим паяльником. Вот сам паяльник, вот жало, оно в него не вставлено. Вынимаем паяльник, откручиваем гайку, вставляем жало паяльника до упора, закручиваем гайку. Жало крепко держится в паяльнике. К паяльнику поставляется жало с такой заточкой. При желании можно установить жало с другой заточкой. Такие жало входят в расширенную комплектацию паяльника. О них поговорим позже. Корпус сделан из алюминиевого сплава, что делает его довольно крепким и долговечным. Паяльник довольно хорошо сидит в руке. Данный выступ защищает от того, чтоб рука не съехала к жалу паяльника и вы не получили ожог. На этом выступе есть плоские части, они также позволяют удобнее держать паяльник в руке и лучше ощущать ориентацию жала паяльника. Если положим паяльник на плоский стол, то из-за них паяльник не скатывается. У паяльника удобные кнопки, которые можно нажимать во время пайки одной рукой. Закрываем жало паяльника крышкой, вставляем и поворачиваем на 90 градусов. Так паяльник выглядит в транспортировочном виде. Крышка довольно хорошо держится. Давайте посмотрим, что еще входит в базовую комплектацию. Снимаем держатель паяльника. Чуть ниже находится конверт. Его вынимаем и смотрим, что там внутри. Вот такой шнур для подключения паяльника к порту ТЭПСИ. Шнур длиной 1,2 метра. Он довольно гибкий. Есть заглушки на концах, чтоб посторонние предметы не попадали в разъемы при хранении. Есть вот такой ремешок, что удерживает шнур в свернутом виде. И есть вот такая подставка для паяльника с губкой внутри, которой можно чистить жало паяльника. Это все, что входит в базовую комплектацию. Давайте теперь рассмотрим, что входит в расширенную комплектацию паяльника. Вот такой источник питания PDQC входит в расширенную комплектацию паяльника. Он позволяет выдать мощность до 65 ватт. Это, пожалуй, самый маленький блок питания для такой мощности. Напряжение зарядки может изменяться от 5 до 20 вольт, в зависимости от мощности, необходимой для питания паяльника. Провод внутри имеет шину данных, который позволяет паяльнику запросить необходимое для него напряжение питания. Этот же блок питания можно использовать для зарядки смартфонов. Данная зарядка имеет выход USB и выход Type-C. Но если подключаться от USB, блок питания выдают меньшую мощность. Тут можем посмотреть характеристики блока питания. Сверху характеристики блока питания при использовании порта Type-C. Затем характеристики при использовании только питания USB. А потом при использовании обоих портов сразу. Для питания паяльника можно использовать и блок питания попроще. Но при этом в настройках паяльника нужно установить напряжение этого источника. Как это делается я покажу позже. Если у вас от внешнего источника паяльник перезапускается, то это означает, что не хватает мощности для паяльника и источник питания нужно заменить. Характеристику паяльника по току при различных напряжениях питания вы можете увидеть в таблице. Жало, которое входит в стандартный комплект, это мелкий скошенный конус. Им удобно паять мелкие детали и микросхемы. Но чтобы расширить возможности паяльника, я рекомендую заказывать паяльник с дополнительными жалами. Они поставляются в таком запакованном виде. Вот такое большое скошенное жало. Вот скошенное жало поменьше. А это скошенный конус и он побольше, чем в стандартном комплекте. А это два мелких конуса, отличающиеся по своим размерам. Особенность таких жал в том, что их не нужно постоянно затачивать, как у обычных паяльников с медными жалами. Почистить жало можно специальной салфеткой, которая входит в комплект подставки паяльника. Также особенность жал в том, что керамический нагревательный элемент находится внутри жал. Достаточно подать напряжение на эти два контакта и жало будет греть. Давайте замерим сопротивление нагревательного элемента. Оно 6,3 Ом. Так как нагревательный элемент имеет определенное сопротивление, то по закону Ома, чем будет меньше входное напряжение на паяльник, тем меньшую мощность паяльник может выдать. К примеру, если запитать от бортовой сети автомобиля в 12 вольт, то паяльник может выдать мощность 24 ватта. И жало будет нагреваться 17 секунд. А при напряжении 20 вольт паяльник будет выдавать 65 ватт и жало будет нагреваться за 8 секунд. При пайке не используйте флюс, содержащий много хлора и кислоты, чтобы избежать коррозии поверхности жал. Тогда придется менять жало целиком или его восстанавливать. Зачем нужен такой навороченный паяльник, когда на рынке много паяльников намного дешевле. За время моей работы скопилась целая коллекция разных паяльников. Я уже их показывал в другом ролике, ссылку дам в описании. Практически во всех случаях, где применялись прежние мои паяльники, можно применить такой паяльник. В автомобиле можно подключить этот паяльник к бортовой сети напрямую, а в помещении через блок питания. Интеллектуальный контроль температуры паяльника, его небольшие размеры и вес создают удобство в его эксплуатации. А старые паяльники можно использовать для пайки активными флюсами. Жало от них стоит копейки, и если будут выгорать от таких флюсов, не жалко. В чем достоинство современных паяльников, в частности этого паяльника? Жало представляет единый блок из керамического нагревательного элемента и самого жала, которым происходит пайка. Тепло с нагревательного элемента легко доходит до места пайки и не происходит потери мощности. Поэтому паяльник может использовать всю свою мощность по полной и его можно использовать в большинстве работ по пайке. Плюс к этому, в паяльнике используется ПИД регулятор для выставления температуры. Это позволяет быстро и точно выставлять температуру жала. К примеру, вы паяете что-то с большой теплоемкостью, тот же контакт удлинителя. Обычным паяльником пришлось бы долго прогревать место пайки. ПИД регулятор сразу же включит паяльник на максимальную мощность, чтобы прогреть место пайки максимально быстро до необходимой температуры. И он также быстро снимет излишек мощности, когда пайка закончена, чтобы паяльник не перегрелся. Такие жала не окисляются, и их не нужно постоянно подтачивать. Они имеют долгий срок службы, если не пользоваться активными флюсами. Давайте подключим паяльник к блоку питания. Если вы не вставили жало в паяльник или оно неисправно, то появится предложение вставить новое жало. Вставляем новое жало и включаем паяльник снова. Паяльник сразу находится в ждущем режиме. Чтобы из него выйти нажимаем левую клавишу. У нас сразу паяльник начал греться. Мы можем отрегулировать температуру кнопками вправо-влево. Также мы можем длительно удерживать клавиши. Для POS 61 я обычно ставлю 300 градусов. Вот у нас на дисплее отображается напряжение питания, заданная температура и реальная температура жала. Надеюсь вы обратили внимание, как быстро выставилась эта температура. Паяльник имеет датчик положения. Если им некоторое время не пользоваться, то он переходит в режим сна. Это время перехода можно настроить, а также температуру паяльника в режиме сна. Для того, чтобы вернуть паяльник в ждущий режим, удерживаем правую кнопку. Паяльник автоматически выключится, если им не пользоваться 30 минут. Его можно отключить раньше, просто отсоедините его от питания. Нажимая одновременно обе клавиши, мы переходим в меню. Клавишами вправо-влево мы выбираем пункт меню. Сейчас мы отрегулируем яркость экрана. Удерживаем правую кнопку. Клавишами влево-вправо можем настроить яркость, чтобы выйти из режима или обождем, или длительно удерживаем левую кнопку. Мы можем откалибровать паяльник от минус 50 до плюс 50 градусов. Мы можем отображать температуру в градусах Цельсия или в Фаренгейтах. Здесь мы регулируем время перехода в сон. Здесь стоит время 20 минут. Мы его можем уменьшить или увеличить. Обращаю внимание, что регулировка делается мелкими нажатиями. Чтобы выйти из режима, нажимаем длительно левую кнопку. Здесь мы регулируем температуру паяльника в режиме сна. Здесь мы можем заблокировать паяльник от детей. Включили, выключили. Здесь мы можем перевернуть экран. Вот мы перевернули экран. Обращаю внимание, что кнопки влево-право тоже поменялись местами. Вот мы вернули экран для паяния правой рукой. Здесь мы можем отрегулировать напряжение питания. Как вы видите, можно выставить 9, 12, 15 и 20 вольт. Оставляем 20 вольт. И возвращаемся к регулировке яркости экрана. Выходим, удерживая левую клавишу. Вот так работает современный паяльник, который станет хорошим помощником у тех, кому часто приходится паять. Если у вас остались вопросы, то пишите в комментариях. Также буду благодарен, если вы поделитесь опытом эксплуатации подобных паяльников. Поделитесь видео с теми, кому этот паяльник и информация из видео может быть полезна. Подпишитесь на канал и жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики. Ставьте лайк и до встречи в новых и старых видео.